Всем добрый день. Еще один анбоксинг. Одна головоломка. Должна быть четверка. Я надеюсь в компании Мою, вернее сам бренда Квасрум. Бюджетная четверка МФ4С. Стандартная упаковка, стандартный логотип. Я для сравнения уже приготовил МФ4С. Посмотрим, что это за новая четверочка такая. В комплекте инструкция. Достаточно длинная, но ничего в ней нового нет. В коробке, кроме Куба инструкции, больше ничего не поставляется. Логотип точно такой же, как на МФ4С. Абсолютно наклеим. Насколько я знаю, МФ4С. Только белый и черный пластик изготавливаются. Белый даже не уверен. Цветного, по-моему, нет. Первые ощущения вращения очень сухая, но не затянутая. Явно требует смазки. Ну, если сравнивать с двушками. Двушка МФ2С отличная. Потом МФ2С. Какая-то более упрощенная версия. Очень сухонькая четверка. Ну, МФ4С явно из коробки была лучше. Давайте попробуем перемещать, собрать. Это, по всей видимости, упрощенная версия. Для того, чтобы сделать головоломки еще более доступными. Включение, если честно, так себе. Настревают, вакапят. Пока не радует. Ну, трудно оценивать четные кубы или вообще большие кубы сразу из коробки. Надо смазать, настроить и сделать хотя бы сотню сборок, чтобы давать какие-то уже более точные оценки. Помню, четверка циклом бойса, которая очень старшиво крутилась в коробки, но потом, спустя 100 сборок, стала крутиться гораздо лучше, хотя и не идеально. Смазка здесь явно не помешает. Пока создается впечатление, что это далеко не самая лучшая головоломка для новичков даже. Хотя я могу и ошибаться. Цвета стандартные для стикерных версий головоломок. В любых от компании мою, то есть флюоресцентные, полуфлю. Застревание вполне серьезное. То есть нет той свободы вращения, к которой мы уже привыкли. Ну, к которой я привык. Даже на этапе 3х3. Пока не радует. Совсем. Ну, рано что-то говорить. Смажу. Покручу. Но это, наверное, не в ближайшем будущем. Займаюсь настройкой и полной плотной оценкой этого куба. Но это обязательно произойдет. Как я люблю, сразу два паритета. В принципе, что внешне, что внутренне. Слои крутятся примерно одинаковыми. И тут я глянул сбоку от камеры и понял, что паритета там и не было. Я его прокрутил совершенно зря. Чем-то напоминает мою ESU. Причем не версию R, а обычную. Кстати, по строению. В общем, даже интересно. Если это на камере видно, вряд ли. Я их буду и разбирать. Здесь вот этот внутренний элемент. Такой достаточно полый, так сказать. Здесь полноценное такое внутреннее ребро. Здесь, как на двушке Yuxin White. Что-то подобное я уже видел. Возможно, это сделано для облегчения глуполомки. Возможно, для каких-то других целей. Так, на самих элементах ничего особенного нет. Ни рельсов. И так же, как на MF-4S. Но кручение MF-4S значительно лучше. Так что, если сомневаетесь между этими двумя моделями, по крайней мере, по впечатлениям из коробки, MF-4S значительно лучше, чем MF-4C. Ну, взял до коллекции, пусть будет, кручу. Вряд ли она претендует на звание лучшей бюджетной четверки. Но посмотрим. На этом сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok